Доброго времени суток, уважаемые коллеги! С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. Представляю вашему вниманию технический анализ по валютным парам, которые могут представлять интерес с точки зрения перспективности на этой неделе. Сегодня 17 февраля 2020 года, понедельник, начинается новая рабочая неделя, которая может принести нам много новых и интересных движений, которые представляют хорошую перспективу для торговли. Сегодня предлагаю рассмотреть валютную пару евро-доллар, по которой ситуация неоднозначная, но в целом снижение хоть и продолжается, но, думаю, не будет длиться долго. Полагаю, дно по паре достаточно близко, поэтому советую быть внимательными. В самое ближайшее время может состояться снижение по паре с японской иеной, которая формирует разворотную фигуру. Потенциал снижения тут составляет порядка 100 пунктов. Также австралийский доллар, который, вероятно, продолжает восходящее движение, которое пока не закончено. Итак, давайте рассмотрим поподробнее. По евро пока придерживаемся основного прогноза на снижение, но появились подозрения на возможный разворот вверх. Дело в том, что на прошлой сессии пара не стала развивать нисходящее движение, остановившись на уровне 1.0830 и даже попыталась от нее отскочить в своем росте, почти дойдя до сопротивления на 1.0865. Но продавцы атаку эту отбили и вернули цену обратно к уровню 1.0830. Однако и на этом уровне, по всей видимости, находятся покупатели, которые не намерены пускать цену ниже. В итоге получилась типичная консолидация с довольно твердой планкой внизу и с неопределенным исходом, выход из которой определится тем, чья сторона все-таки окажется сильнее. Поскольку твердых оснований для разворот у нас пока не имеется, о нем мы будем говорить только если цена преодолеет разворотный уровень на 1.0888, то логично придерживаться доминирующего движения, которое пока смотрится вниз. Но рекомендую быть крайне осторожными ввиду присутствия неоднозначной ситуации. Только в случае ретеста и отбоя от сопротивления на 1.0865 можно ожидать снижения цены в ближайшей поддержке на 1.0786. В свою очередь, проход цены выше разворотного уровня, который сейчас расположен на отметке 1.0888, даст сигнал к смене тенденции. Очень интересная ситуация в японской иене, которая находится практически на грани, на текущем таймфрейме, похоже, формирует разворотную фигуру, голова и плечи, которая заканчивает свое формирование. Это предпосылка к скорому нисходящему движению, первый импульс которого может пройти уже на текущей торговой сессии. Глобально пара находится в широком диапазоне между 110.10 и 109.60. Косвенно можно утверждать, что шансов на снижение пары все-таки больше, чем на рост. Однако и вероятность роста полностью я бы не стал исключать. Тем не менее, основной сценарий оставляю приоритетным на снижение, как минимум в рамках локальной коррекции. Определяющим моментом здесь выступает уровень 109.93, который выступает сопротивлением, невозможность прохода цены выше которого окончательно подтвердит фигуру голова и плечи и отправит цену к целевой отметке на 108.93. В свою очередь, проход цены выше разворотного уровня, который сейчас расположен на отметке 110.10, сигнализирует об отмене сценария на снижение и о продолжении роста. Ну и наконец, австралийский доллар постепенно продвигается вверх в соответствии с основным прогнозом и движение еще имеется все шансы на продолжение. После достижения локального максимума на отметке 0.67.48, пара ушла в боковик, в который находилось все оставшееся последнее время. Прошедшая торговая сессия ничем примечательным не запомнилась. Сейчас, по всей видимости, консолидация приобретает форму треугольника, выход из которого должен состояться в направлении преобладающего тренда. Поскольку последнее движение перед формированием фигуры было восходящим, то логично ожидать, что и выход создаётся также вверх. Основная поддержка теперь находится на уровне 0.67.11, ретест и отбой от которого направит цену к целевой отметке на уровне 0.67.74. В свою очередь, снижение к разворотному уровню 0.66.77 поставит данный сценарий под вопрос. На сегодня у меня всё. С вами был Харман Бесимбаев и обзор по техническому анализу валютных пар от компании Tickmill. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством действий и не гарантируют результата. Поэтому соблюдайте риски. Всем удачной и профитной недели. Всем пока.